Теперь нам предстоит заняться математикой. Я вижу, что здесь деление 0, 20, 40, 60, 80, 100 и так далее. Так, 0, 20, 40, 60. Вот здесь 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 100. Итого 10 делений. 10 делений. Если каждый из вот этих пробелов несет в себе, скажем, вот, грубо посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, да? То у нас и получается 100 штук должно быть вот этих, вот здесь таких квадратиков. Ну, окей. Сейчас продолжим. 100 штук, да? Хорошо. Мы сделаем следующее. Возьмем куб сейчас. Ну, естественно, не такой огромный. Сделаем его маленьким. Вот таким. Так, пока один сантиметр. Вот так. И мы видим его в закруге слоя. Подвинем поближе, повыше. Так. Вот так. Ну, и здесь всегда есть небольшая проблемка. Сейчас мы посмотрим, какой стороной правильно это делать. То есть, я возьму сейчас арей. И закину этот куб в арей. И вот, видимо, он раскинулся, этот арей, да? Кликаем сюда и говорим, что нам не надо такое, нам надо поближе. Так, поближе и повыше, естественно. Ну, правильно я угадал. Ребро идет сюда. Вроде бы как. Так, хорошо. Так, ну, небольшой вот, или этот куб получается. Так, давайте я сделаю его 0,5. Чтобы он действительно потоньше был. 0,5. Так. И высоту, может быть, его вот сделать 4. 4. Так. И вот этот, ну, так и оставим. 2. Вот так. Так. Теперь мы их должны определить, сколько нам надо. Этих самых штучек, копии, допустим, сделаем. Ну, давайте сделаем стол, посмотрим, как это будет выглядеть. Вот примерно так же выглядит, как та. Единственное, что нам надо арей теперь собрать. Опустить вниз. Ну, правильно я посчитал 100 штук. Так. И теперь, теперь мы можем, или оставить это так, или же, если правдиво все делать, то нам надо изменить наш куб. Для этого мы переведем его в, вот он, там где-то, вот он, да? Хорошо. Это то, что нам нужно. Если нам надо куб этот, приблизить сюда. Так. То есть, мы можем сейчас, во-первых, сделать побольше. Это раз. Да? Вот так. Сразу же, давайте поставим на место арей. Вот так. Вот так. Смотрим сюда. Где он там? Да, вот так где-то. Так. И дальше будем работать с этим кубиком. Где он? Кубик. Вот он, кубик. Отлично. Теперь нам надо поднять... Тут наоборот немножко. Так, так. Теперь эту. Вот так. Эту наоборот опустить. И вот это. Вот так оно будет сейчас правильно стоять. Ну-ка. Так. Единственное, что... Слишком большой, на мой взгляд. С кубиком опять сейчас поиграемся. Так. Уменьшим его. Смотрим сразу же, как это изменилось здесь. Я бы такой я был притянул сюда, чтобы удобнее было. Так. Сейчас выберем все. Протяем. О, он не убежал куда. Ну, он бы поставил это. Так, смотрим, 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 смотрим. Как бы, что из них. Так. Уменьшаем. 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 То здесь все методом подгонки делается. Так мы можем... Свой кубик, превращая его в парли пипет. Делаем действительно вот мерительным инструментом. Отлично. Единственное, давайте мы сейчас с помощью аре радиус увеличим чуть-чуть. Вот так. И сам кубик несколько, потом меньше. Вот так. Чтобы было место для цифр. Ну, с цифрами проще. С цифрами, в общем-то, тут не должно быть никаких. Единственное, придется вручную тут все разбегать. Не получится так. Так. Я вот смотрю, есть пробел здесь, да? Но это не проблема. Мы сейчас его в координатах-то утопим. Вот и все. Но это много было. Вот. Готовенько так. Ага. Хорошо. Давайте еще я покажу, как сделать цифры. То есть я пойду сейчас просто сюда. Скажу, что нам нужен текст. И скажу, что этот текст объект. Вот он текст. Я скажу, что мне надо, допустим, 100. Я надеюсь, вот сделал столь. Да, сделал столь. Только перевернуто как-то сделал. Или мы с ним перевернуты неправильно. Давайте развернемся. Вот так 100, да? Ну, такой нам с засечками не надо. Поэтому здесь мы можем просто-напросто поискать фонд. Я думаю, что обычный RL будет здесь уместным. Где он тут? Вот. Почему здесь только RL Black? Ну, в общем, надо подобрать нормальный. Видите, он еще и тут курсив. Назначный курсив. Обычный. Вот так. Обычный сделаем. И теперь надо его уменьшить. Действительно, зачем он такой курсив. Вытащим его сюда. Так. Текст. Сверху я 80. Так, так, 80. Хорошо. Теперь надо посмотреть, в какую сторону будет его выдавливать. Экстроном. Посмотрим сейчас. Нормально. Это много. В студии. Так. Скажем так. Вот этого достаточно будет. Ну, и тут. Или же мы будем здесь уменьшать. Вернее, next у тебя текст. Текст можем уменьшать. Естественно. Так. И смотреть сразу. Что нам можно уменьшать. Что увеличивать. Ну, и сейчас там. Стоит структ в один сантиметр. Это перебор. Посмотреть. Может быть. Все-таки. Обычный. Полужирный. Сделать. Вот так. Полужирный. Может быть. Лучше будет. Ну, и теперь вот это отключим и подсоединяем. Вот так. Со всех сторон посмотрим. Так. Теперь включим ее. Это чтобы подвигать можно было. Ну, и будем вот сейчас подгонять. Процесс этот долгий. Мутный. Вот. Пока я других никаких плагинов не знаю для этого. Которые бы нам в этом плане помогли. И поэтому я буду делать это вручную. Подводить его вот сюда. Допустим. Чтобы беднее было. То есть тут надо мне абсолютно как бы... Есть, наверное, хитрые какие-то способы. Это по сплайну выстраивать. Наверное, есть. Я так думаю. Но я пока до этого еще не дошел. На силу хочу вот просто запомнить, какой здесь угол. И на остальные тоже. Вот тут минус 50. И сейчас я его туда воткну. Ну, я уже вижу, что он большеватый. Так. И еще раз угол. У нас 60 угол. Вот здесь видно. У нас 60. Хорошо. Ну и можем посмотреть, конечно. Стоит ли нам останавливаться на таком толстеньком. А то, может быть, пока у нас есть возможность перейти и сказать, что это обычный. И уменьшить ему вот так, где-то чуть-чуть больше. И таким образом мы сейчас расположим все наши циферки от 1 до 180. 10 штук. 10 штук. И потом я уже покажу вам готовый результат. Договорились? Ок. Так. Я сделал сейчас от 0 до 180 все цифры. И все они лежат у меня в одной точке. И сейчас я первое, что я сделаю, я превращу это все в полигоны. Вернее, в объект. Чтобы у нас не изменялось геометрия. Будем двигать. Начнет. Покоряжется текст. Поэтому я вот так подстрахую. Сейчас приглашу это все в объекты. Ну, а уж эти объекты или вручную, или как-то там. Буду пробовать сейчас двигать по этому кругу. Теперь я делаю следующим образом. То есть я взял, поставил цилиндр. Вот. Ну, в общем, цилиндр мне не потребуется. Я выбираю. Я просто подумал о том, сколько градусов надо. Чтобы разделить эту окружность. 360 делится на 10. Получается по 36 градусов. И вот сейчас я так и сделаю. Я беру вот этот. 0. Это у меня будет 0. Видите, вот здесь стоят одни 0. И теперь 20. 20, я говорю, 36 градусов. 36. 36. Вот так. Теперь очередь 40. То же самое. 36 плюс... 36 будет 7, 2. Вот так. И если я беру, допустим, 60, то мне надо сначала отключить вот эту стрелку. Выставить всё на ноли. По нолям. Сейчас выставим. По классе силен математики. Ну, проверим сейчас. Ну, вообще, по идее, так должно быть. Теперь я беру 60, взял. И 30... Получается у меня 36, 36, 72. И плюс ещё 36. 104, что ли? Но, в этом случае, надо уже вот это отключить. И 104. 104. Нажимаем вот так. Ну, и так все остальные. Потом посмотрим, что получилось. Окей? Силён ли я в математике? По-прежнему. Ну, что ж, я оказался прав. Всё получилось. Так. Смотрим на ручку оттуда. Ну, почти такая же. Конечно, точно размеры не можем знать. Ну, примерно вот сделали такую штуку. Я, в общем-то, и доволен. Так. Угу. Давайте посмотрим. Более внимательно сейчас. Для чего возьмём вот background. Возьмём материал какой-нибудь. Посветлее. Вот так. Клиним сюда. Ну, должны получить светлый. Возьмём телефон. Да. Вот, пожалуйста. То есть, у нас это всё получилось. С чем вас и поздравляю. Себя тоже. Себя в первую очередь. Окей. Всё. Всё. Продолжение следует...